На этой видеозаписи мы видим в основном НЛО. Съемка производилась на специальном оборудовании. Спасибо, мы еще не можем увидеть станцию, мы ждем переход в 4 минуты к восходу солнца. Миссия длится 7 дней, 13 часов и 7 минут, и управляется из Хьюстона. А вот станция МИР находится в зоне видимости, в левой части экрана. Приблизительно на 3 сантиметра от нижнего края этого изображения. Окей, станция МИР имеет небольшой мерцающий световой сигнал. И в центре, с левой стороны экрана, и левого экрана медленно... Че за хрень там в экране? И она медленно перемещается в левую часть, и происходит яркая вспышка. Мы думаем, если присмотреться с центра экрана в левую часть экрана... Мы думали, вы только что увидели вспышку молнии, немножко слева от центра экрана. Да, мы видим что-то светящееся, но не уверенные в том, что бы это могло быть. Эта миссия управляется из Хьюстона, и в очередной раз мы полагаем, что станция МИР находится на расстоянии 1500 километров над нами. Продолжение следует... Да, STS-80 была очень-очень странная миссия шаттла. Что мы увидели, так это множественная активность, которая не могла быть естественным явлением. Джеймс Оберг и НАСА, и другие ученые-мужи НАСА были бы рады, чтобы вы думали, что это ледяные глыбы или космический мусор. Хотелось бы искренне верить, но не может такое большое количество метеоритов суетиться в непосредственной близости от шаттла и вблизи космической станции. Это весьма небезопасно. Отправлять шаттл в космос навстречу ледяной глыбе, проходящей в нескольких миллиметрах в противоположном направлении от шаттла, они могли бы пробить обшивку и разрушить всю внутреннюю структуру шаттла и стать причиной несчастного случая со смертельным исходом. Ну что ж, люди часто спрашивают меня, если внеземное НЛО существует, почему они не хотят предстать перед нами всеми публично? Ну хорошо. Я думаю, когда была миссия шаттла STS-80, они действительно так и сделали. Вы видите объекты, которые появляются в кадре, не в фокусе, или они каким-то образом размыты и прозрачны в первом фрагменте над шаттлом. Затем они входят в область видимости, и они стремятся переместиться в верхние слои атмосферы, по крайней мере, похожи на то. Они объединяются с другими объектами, представляя круговую формацию, и затем вы видите своеобразный танец. Последний объект заходит в центр этой формации, и как только он занимает положение, происходит вспышка. И затем вы можете видеть своего рода танец огней вокруг этой формации. Как мне кажется, это проявление невероятной разумности. Этим, как мне кажется, они хотят сказать, смотрите на нас. Смотрите, насколько мы высокоразвиты. И это поразительно, что показано в этом видеофрагменте. Эти инопланетные летательные аппараты привязаны к грозам. И много-много раз мы видим молнии на поверхности планеты или в атмосфере планеты Земля. И как только эти грозы начинаются, так сразу рой НЛО стремится в эту область, как будто на сбор и аккумуляцию электромагнитной энергии в пределах атмосферы. И, видимо, есть невидимые силы там, в атмосфере, теоретические потоки, которые описывал немецкий ученый Бильгам Райх под названием «Энергия Аргона». И возможно, что эти НЛО выкачивают энергию от этих электрических гроз на планете Земля. Это то место, где они получают эту энергию. Вы должны обратить внимание на первый объект, который появился, и стараться удерживать свое местоположение. Много телерадиостанций имеют эти видеофрагменты миссии СТС-80, но они показывают вам только несколько секунд большого пылающего шара, поднимающегося из нижних слоев атмосферы. КОНЕЦ Оператор, который снимал это видео с шаттла, точно знал, что первый объект удерживает свое местоположение. КОНЕЦ КОНЕЦ